Всем привет! Меня зовут Маргарита, и это рок-новости от Skiff Music. Джон Файв однажды сломал зуб, пытаясь играть как Джимми Хендрикс. Моя мама так на меня злилась. Нам всем нравится время от времени черпать вдохновение у наших любимых гитаристов. Джон Файв не исключение. Гитарист Мотли Крю однажды попробовал поиграть на гитаре с зубами, но что-то пошло не по плану. Джон Файв, который в настоящее время владеет мгновенно узнаваемым гост-телекастер, в детстве решил подражать подходу Хендрикса. Но сыграть он захотел не самого Хендрикса или что-то из классики рока. Нет, Джон решил пойти на это, играя Star Spangled Banner. Недавно, беседуя с Говардом Стерном, он вспомнил этот инцидент. Все, что я слышал, я пробовал играть. Начинает он. Я даже выучил каждый риф ACDC, услышанный по радио. Он вспоминает, как смотрел игру Хендрикса и добавляет. Он играл зубами, и я подумал, хм, я теперь знаю, как сыграет Star Spangled Banner. И вот я сделал это. И сломал себе зуб. Моя мама так сильно разозлилась на меня из-за этого. Эйс Фрейли использует социальные сети для продвижения своего нового альбома 10,000 Вольтс, но признает, что до недавнего времени совсем не знал, что такое ТикТок. Я не понимаю, что происходит, но что-то происходит. Продвижение грядущего альбома 10,000 Вольтс прошло превосходно. Бывшему гитаристу KISS удалось набрать более 1 миллиона просмотров на YouTube менее чем за 4 недели. Всего на одном сингле. Заглавный трек с альбома, который, кстати, уже доступен, был выпущен за несколько дней до финального выступления KISS в Madison Square Garden в рамках тура The End of the Road. Сингл привлек много внимания в интернете. Это было шоу KISS, в котором группа объявила, что в будущем они будут выступать в виде проекций. В интервью Fox17 Rock'n'Review 72-летний гитарист поделился радостной новостью по поводу успеха своего трека. Но он признался, что он новичок в мире ТикТок. Это просто сносит мне крышу. Я не мог поверить, что столько просмотров трек наберет на YouTube. Более миллиона. Команда наняла специалиста по социальным сетям, чтобы он помог мне с продвижением. Я никогда не знала, что такое ТикТок. Дети моей невесты постоянно пользуются им, поэтому это, скорее всего, молодежный формат. Но с тех пор, как мы разместили там трек, прошло не более 4 недель, а я уже получила более 1 миллиона просмотров. Далее он добавляет. Я не понимаю, что происходит, но что-то происходит. Партии были тяжелыми, но я хотела, чтобы они были еще тяжелее. Мик Марс впервые использовал семиструнную гитару на своем новом сольном альбоме. Послушайте семиструнные мелодии Марса в треке Undone группы The Other Side of Mars. Бывший гитарист Motley Crue, Мик Марс, рассказал о некоторых инструментах, которые были использованы во время записи его нового альбома под названием The Other Side of Mars. В беседе с Ultimate Guitar о записи нового альбома Марс сказал «Я до сих пор использую свои три основных стратокастера, с которыми я выступал на сцене». Есть еще семиструнная модель Ibanez или Ibanez, которую подарил мне стих Y. Кажется, это было где-то в конце 90-х или в середине 90-х. Где-то там. И я использовал его в Undone. Потому что партии в песне были тяжелыми, но я хотела, чтобы они были еще тяжелее. Поэтому я добавил на этот трек семиструнную гитару. Марс добавляет, что он впервые использует семиструнную гитару. Теперь он купил одну из моделей Эрни Болла Джона Петручи, так что вы сможете услышать ее на следующей пластинке. Также в интервью Марс отмечает, что треки Killing Breed и Undone указывают на направление, в котором движется его музыка. Эти две песни больше относятся к той области, которую я хочу постепенно продвигать. Я имею в виду, что это разнообразный альбом. Я знаю, что фанаты времен Метли Крю ожидали услышать либо блюзовую пластинку, либо что-то близкое к последней группе, в которой я играл, верно? Но я пытаюсь двигаться в другом направлении, медленно, шаг за шагом. И сейчас я уже работаю над вторым альбомом, потому что первый занял очень много времени. Это были все рок-новости на сегодня. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok